Уважаемые дамы и господа, с вами музыкант и баянист Сергей Замбровский. Вот так пишется моя фамилия, потому что иногда кто-то спрашивает, как правильно моя фамилия пишется. Вот здесь Замбровский. Вот так, крупными буквами здесь написана моя фамилия. Зовут Сергей. Но сейчас речь не пойдет не о фамилии, конечно, а речь пойдет о ремонте баяна, советского баяна. Вот его основа, этого баяна здесь находится, то есть правая и левая часть, да? А вот здесь мех на операционном столе находится. Но он уже, как говорится, собран струбцинами. Одной струбциной и второй струбциной. Вот она вторая струбцина, где-то там полуметровая или 60 сантиметровая ее длина. Почему это так и зачем это так? Один из наших подписчиков, значит, прислал мне этот инструмент для ремонта. Он упал, ну не подписчик упал, а упал инструмент. Инструмент с двухметровой высоты, вот этот. И у него пошли трещины. Имеются трещины, допустим, в мехе. Вот в этом месте, я сразу говорю, не подумайте, дорогие друзья, что наши подписчики занимаются бросанием баяновых с двухметровой высоты. Нет, они этим не занимаются. Это происходит после Нового года в основном. Вот, и значит, употреблять здесь клей лучше всего какой? Вот такой. Вот это отличный клей. Отличный. То есть для дерева, да? Вот он, отличный, да? Клей держит 20-40 и более лет. Раз. И вот отличный клей в любом магазине. Сейчас иди, бери, покупай сколько хочешь. Патекс называется, да? Патекс. Он тут клеит тебе и дерево, и железо. Ну, насчет рельсы я не знаю, склеить или нет. Но, во всяком случае, написано, что он, значит, тут и дерево, и железо клеит, и пластик, и камни даже клеит. Вот здесь написано. Штайн. Камни клеит. Глаз. Стекло клеит он. Стекла. Ну и металл, разумеется. Вот внизу написано металл, вот. И металло, это по-итальянски, значит, слово металл называется металло. Звучит так, металло, вот внизу, металло. Ну, ближе к делу. Вот здесь имеется трещина, которую я только что стянул, да? Стянул, ну и двумя струбцинами ее тоже стянул. Одна струбцина, вот эта, и вторая струбцина, вот. Ее окончание и начало. Струбцины тоже имеют свое название. Они называются Вольфкрафт. Это европейская струбцина, не китайская. Не китайская, сразу скажу честно. Вот. Вольфкрафт переводится. Вольф это волк, да? А крафт это сила. Значит, волчья сила. Стоит 35 евро. Одна струбцина, а это 42 евро стоит, вот эта струбцина. Так что, благодаря 100 евро, вы сможете очень надежно соединить все это добро. Ну, оно должно примерно побыть, это добро, в таком соединении, ну, скажем, 6-7 часов. Затем оно должно держать, и должно держать вот эти две планки, одна и вторая, которые к меху принадлежат. Вот. И должна так держать, что когда ее бьешь молотком, допустим, по этой части, да, если ударить отсюда, середины сюда, то у вас вместо склейки останется, как ни странно, да, а вот эта деревянная часть, она дрыснет, ну, что такое дрыснет, русский человек знает. Она разломается, вот здесь разломается, но вместе склейки она будет цела. Итак, дорогие друзья, с вами мирно беседовал после новогодних праздников музыкант Сергей Замбровский. Вот. Так что, кому интересно, поставьте лайки, иначе я это видео стираю, когда лайков мало, то есть оно никому не нужно, я делаю такой вывод. Итак, до новых встреч, до новых музыкальных роликов. До новых встреч, до новых встреч, до новых встреч.